Самая безупречная улица нашего города, улица Зодчего Росси, до 1923 года называлась Театральной. Оттого особенно символично, что в году 2017 здесь, пускай всего на один вечер, развернулся театр под открытым небом. Исполнили оперу Джузеппе Верди «Ригалета». Произошло это благодаря фестивалю опера «Всем». Музыкальный праздник приучил петербургцев каждый год по-новому слушать классическую оперу и по-новому же смотреть на архитектурные ансамбли города. За вердиевскими страстями в величественных декорациях Карла Росси наблюдал Виктор Высоцкий. Авторы проекта «Опера всем» с самого начала предполагали, и уверены в этом и сейчас, что в каждом уголке Петербурга таится опера. Следует только разгадать, где какая. И вот однажды, на шестой год существования фестиваля, выяснилось, что на улице Зодчего Росси должна быть опера Джузеппе Верди «Ригалета». Тогда Росси, что значит по-итальянски «красные», объединились с Верди в переводе «зеленый», чтобы отпраздновать это объединение на желтом фоне. Мне кажется, что точка очень красивая, очень театральная. Это действительно получается театр под открытым небом. Довольно сложно организовать театральный процесс именно здесь, потому что нужно подумать о перекрытии транспортных дорог и о том, чтобы построить декорацию около театра, в котором существует своя насыщенная творческая жизнь. Для всех спектаклей оперы всем строятся специальные декорации, в которых художник либо использует элемент архитектурного контекста, либо, что чаще, какой-нибудь яркий образ. И в этот раз было так же, но с такой силой убедительности, что, казалось, декорация запланирована тоже Росси. Хотя у нее на самом деле другой автор. Стиль улицы Зодчего Росси, где большой обилие арок, который унаследовал, в свою очередь, классицизм от палладианского канона и от итальянской классики, совершенно не противоречит одно другому. И я просто попыталась совместить вот этот канон с музыкой Верди, которая сама по себе является блестящим воплощением итальянского духа. Действие оперы происходит в XVI веке при дворе герцога Монтуанского. Ощущение приближенности к действию, которое должно возникать у зрителя на спектакле «Опен-эр», может подтолкнуть режиссера в свою очередь приблизить действие к сегодняшнему зрителю. У нас действие не 2017 год, но так лет на 60, может быть, назад, еще даже чуть-чуть побольше. Это то, о чем всегда писала наша русская литература, наша русская классика, зарубежная классика. Это человек и власть между молотом и наковальней. Как мы сегодня себя ощущаем, как мы можем поступить со своими принципами ради чего-то или, наоборот, эти принципы отстоять. Говорят, было около 8 тысяч зрителей. Тесно, конечно, на улице Зодчего Росси. Но, опять же, как говорят, в тесноте да не в обиде. Надеемся. Редактор субтитров А.Семкин